с точки зрения прохождения интервью все-таки вы уже сколько там интервью прошли пару десятков десяток-полтора это все-таки тоже такой привыкнуть или мы рождены с тем чтобы хорошо проходить интервью или наоборот плохо проходить то есть есть какой-то рост в этом направлении трудно сказать наверное есть первое интервью я боялся немножко потому что мой английский был слабый я боялся что не смогу объяснить но после некоторых интервью я честно говоря пристал особо готовиться к ним потому что получалось так либо спрашивают абсолютно то к чему не готовился то есть пришел готовлю техническую часть спрашивают меня какие-то теоретические проблемы менеджмента компании там как там команда из пяти человек как я поступлю в той или иной ситуации но не знаю поступлю как-то или готовлюсь к чему-то глобальному задают вопросы которые могут задавать пятиклассников то есть абсолютно редко когда попадали именно в то что я готовился или я готовился к тому чтобы задавать поэтому просто полагался на свой опыт и подвешенный язык скажем так вот из того что вы видите ребята которые вот этим занимаются и дизайнеры и девелоперы в компаниях работают много народу на H1B вообще есть да видел немного они какие-то супер крутые или обычные ребята как все ну значит был парень из индии была также девушка из индии впервые компании который работал который у меня опыт негативный был там практически все от чего они били но они своих тянули там вся компания из в американских компаниях попадаются там один-два человека такой вопрос территориально в сан-франциско люди работали все это время были в сан-франциско центр искусств какие-то все время знаете будоражит сознание людей в постсоветском пространстве какими-то историями о том как местные жители чуть ли там не бейсбольными битами гоняют там гугловских программистов или фейсбуковских которые там с автобусов компаний корпоративных там и так далее что чуть ли там не протестуют местные жители вы что-то такое видели нет а слышали периодически читаю газеты но вот именно что вы гоняли не слышал но слышал что власти городские и прочие заботятся о том чтобы эти большие компании не нанесли вред своим большим количеством сотрудников не нанесли вред местной инфраструктуре скажем когда фейсбук по моему перебрался на парке куда-то в туэрию где они сейчас находятся местные власти договорились фейсбуком что они построят объездную дорогу я детали не помню знаю только что колтрейн железный железнодорожный путь приподняли значит пути и под путями сделали трассу чтобы не было видимо заторов потому что большое количество сотрудников это конечно в небольшом городе да я продумал что кузова франциска конкретно не автобусами подводят людей много людей ходят пешком на велосипедах катаются а корпоративно автобусы видите большие туристические автобусы написано фейсбук и там туристические большие вы должны читать наверное какие-то в рунете там вот все это очень подробно излагает у меня есть пары знакомых на родине которые тоже очень подробно могут изложить чем чем тут плохо жить и почему здесь плохо жить и почему нельзя уезжать да скажу так из всех нас знакомых только мы которые здесь можем действительно сравнивать как было там и как было здесь поэтому лучше спрашивать на свою тесте а вот честно чем верить блогом где я часто натыкаюсь на то что вот человек говорит вот я живу хорошо я живу там себе но у меня же на гугле не забанили так значит я имею доступ к абсолютно той же информации которые имеете вот вы живете в маунтинге и выходить там а я живу там я не знаю в городе шадринске и тоже хожу на интернет и шоу такое знаете больше чем я там про мир почему я не знаю про америку то что знаете вы про мере вот в чем загвоздка он искренне он даже не низ не то чтобы а вы скорее вид как же так я живу движет уже самое смотрю google все используют для поиска что они там находят я не знаю будут они пишут как допустим на здесь дороге сделано мелочи некоторые тоже мало кто описывает ну только разве что люди которые напишут как там 10 10 замечательных вещей скажем о маунтинге кто-нибудь напишет тогда мы будем знать как здесь маунтинге разница в мелочах очень большая люди просто этого не знают начинают комментировать я вот знаю я вот прочитала там сказали вода плохая у вас не знаю я вот воду с крана пьем все отлично три года пьем пока что ничего не случилось с нами каждый год нам присылают отчет о том какая у нас вода прямо я не помню такого что делали где-то у нас в Молдове и не помню чтобы об этом писали где-то в гугле что в моем интервью вот так делают а вот такой вопрос вот есть очень распространенная мулька такая что вот в америке они хоть и улыбаются в отличие вот но от того где других местах люди живут но они не искренне улыбаются а есть ощущение что они не искренне это зависит от ситуации когда вы идете по улице и случайно встречаетесь глазами с девушкой вполне возможно может быть с парнем с парнем реже кому что кому что в Сан-Франциско все возможно может просвернуть дежурная улыбка потому что люди стараются быть вежливыми а когда это так скажем визуальное столкновение нечто большее чем просто проходом на улице скажем ехали в поезде человек о чем-то говорил и тема как бы интересная и вы услышали края муха повернулись посмотрели на него он посмотрел на вас и тут же вам какую-то фразу сказал и все вместе посмеялись это абсолютно откровенно то есть люди намного приветливее общаются легче мы когда приехали первый раз в банк точнее мы искали банк на остановке остановились и спросили человека как дойти до банка он стоял минут пять извинялся что не может нам помочь найти банк даже немножко поговорили потом не знаю люди здесь все-таки легче идут на контакт очень общительные знаете что вот я все-таки в москве вырос где там как-то город более такой набегу на нью-йорк похоже несутся люди а вот например в израиле в мюнхене я помню в германии в киеве вот мы там были в апреле знаете ты можешь на улице абсолютно спокойно с человеком поговорить причем бывает что он просто подходит и что тебе начинает рассказывать или говорит я смотрю вы дозираетесь может быть вам показать там может вы что-то ищете когда трамваивать что такое я пойдемте вас отведу и это настолько но в киеве нас никуда не отводили вот так не знакомцы но чтобы потрепаться или где-то с кассиром где-нибудь или там нас настолько легкое общение я думаю позже вот мы выросли в таком северном климате таком строгом все таки американцы очень общительно это правда здесь только зависит конечно если этот старбакс какой-нибудь там где баристам положено по статусу общаться и пытаться заговорить с клиентом вы скажете что бариста это я сам толком не знаю кофе продают девушка я не знаю какие у них реально обязанности девушки которые принимают у вас заказ так вот у них конечно же по долгу службы нужно клиента привлечь поговорить пообщаться что клиент чувствовал себя как дом что приятно потому что они говорят на обычные вещи можно с ними заговорить об обычных вещах на улице другое дело там люди ничем не обязанности очередь к бористе может быть тоже очень живой и там народ а какой полицейский стоит его готовой там еще этот народ так очень ну хорошо а вот из таких других мурик вот у вас мальчик ему 6 лет сколько 6 словами он будет куда киндергарм сейчас нет мы в первом классе о ну вот впечатление от школы я понимаю что у нас не ходил в школу в молдавии вам нет сравнения со школы только со своими годами вы сами нибудь недавно школе ты еще учил но какие то есть вот родительские впечатления памяти не хватит чтобы вспомнить как было у нас в школе вообще ваше впечатление от школы бы по флоса в школе до школа интересных хорош и нам нравится отношение учителей очень нравится то что они след за порядком больше мне кажется потому что мое время когда я учился но как-то не не было такого влияния со стороны учителей все через запугивание какие-то здесь очень легко не договариваться с детьми знают подход к детям интересная программа у них могу сказать насколько лучше а вот говорят математика что-нибудь математики не знают или еще что-то вот мог вот давать там они математику а здесь они не учат математику есть такое да не звучит математика опять же мне нечем не с чем сравнивать память моя поистрепалась я не помню какая математика хорошо у нас в классе бог здесь математика но знает такой вопрос вот мальчик то я ник научиться в первом классе в лос-алтовской школе ну наверное я так понимаю что такое лос-алтовской школы я думаю наверно половина деток белые а еще половина там и и китайцы и с дусятки и какие еще бывают мексиканцы может парочка есть месте может быть там иранец какой-нибудь пакистанец там еще что то вот такие они различают друг друга этнически или они этого не понимают но они знают кто откуда приехал то есть они изучают скажем что юши или я не знаю как их там зовут мам приехал из китая а что такое китай понимают понимают что страна я думаю где территориально находится пока что не знают география не я не уверен что они еще проходят это положение страны но у них нет такого что у них какое-то предубеждение против чего-то такого абсолютно абсолютно я думаю воспитывают в том плане что все одинаковые что принципе хорошо а там из африки есть на вот какой-нибудь в классе из африки смысле прям прямо из африки но нет нет ну афроамериканец то есть я веду в разном отношении большой-большой разнообразно да есть есть корейцы есть китайцы есть индусы есть черный есть исполнитель сказки а русский есть какие есть у нас русская девочка с вами в классе учится параллельно учится мальчик они могут друг другу говорят по русски ли все равно будут уже переключается на английский уже даже дома но вы не боитесь что он так потеряется мы боимся поэтому мы его отдали в русскую школу в нем ходят и учат русский язык это воскресная какая-нибудь это понедельник можно почти сказать воскресная по понедельникам он два часа проводит в русской школе они учатся читать писать учат стихи всевозможные понятия но он может так по русски стишок да он уже несколько знает он достаточно легко схватывает все а вы я поняла что настя она хорошо будет по-румынски а вы можете тоже я уже все забыл практически а бывает так чтобы вспомнить резко и что приходится говорить что приходится за что забыл ну бывает это же не мой родной язык а также у нас тут постоянно ребята из молдании еще из румынии у нас есть и я бы ага ну давай к насти или скажи что-нибудь ну насти это одно язык слушайте а вот среди людей которых вы видели это выходцы из советского союза бывшего есть такие которые ноют что тут все плохо что жить невозможно что вообще вот как плохо в Америке есть такие ну что прямо откровенно говорили что плохо нету но все люди разные кому то что то нравится кому то что то не нравится то есть конкретные какие то обстоятельства не нравятся ну да есть люди просто кто не наверное не стремится так сильно ассимилироваться а такой вопрос вот меня часто спрашивают про эту ювенальную юстицию вот что могут там отнять ребенка у родителей если они там что то не так делают вот ваше понимание что такое можно сделать чтобы у тебя ребенка отняли скажем люди с привычками сформированными там вот что они могут здесь такое натворить чтобы вы забрали или например просто по шее надавали ну если ребенку по шее надавать могут и родителям по шее надавать то есть рукоприкладство здесь не поощряется если каким-нибудь образом в школе или где-нибудь видят синяки я думаю будут вопросы конечно же если это не какие то объяснимые синяки скажем у Палу Если ребенок еще пожалуется, не дай бог. Мы не сталкивались с ситуацией, когда ребенка отобрали ни у знакомых, ни у кого. Где-то я слышал такую историю от кого-то, что там какой-то был конфликт, но, честно говоря, кроме как слышал... То есть, если человек элементарно адекватен, то он не должен попасть в такие ситуации. Ну, что же... Здесь о детях очень хорошо заботятся, я думаю. То есть, внимание уделяют тому безопасности детей и всем остальным аспектам. А есть что-то в Америке, в той части, где мы с вами живем, кроме жилья, которое довольно дорого, есть что-то такое, что ты понимаешь, что ты не можешь себе позволить. Вот вы два человека работаете. И вот сегодня вы хотели бы дом купить, это понятно. А вот, допустим, кроме дома, есть что-то такое, что у вас хочется и думаешь, что нет, это я не потяну. Ну, тут все, деньги упираются. Если есть деньги, можно позволить все. Ну, правильно. Ну, два работающих человека. Можно сказать, айтишная зарплата, офисная зарплата. Ну, вот, скажем, хорошую, какую-то машину новую, если вы захотите, можете пойти купить или это вы должны как-то сильно рекомендовать? Ну, мы бы скорее, если вторую, то в ЛИС бы взяли. Ну, в ЛИС. Ну, в ЛИС. Ну, все равно платить надо в месяц, там, 500 долларов. Ну, можно и меньше. Можно и меньше. Ну, в общем, если говорить про какие-то материальные вещи, то, конечно, чем больше зарабатываешь, тем больше возможностей. Поэтому я изначально сказал, что у нас цель есть определенная. Мы хотим достичь до такого уровня, когда нам не будет впритык, так сказать, наше желание, когда мы хотим что-то купить. Пошел на куплю. Вот когда вы дом купите, вот это кончится. В этот момент вы уже будете платить много за дом и выйти, как-то уже меньше позволять. Я вот сейчас продал дом, у меня был дорогой дом, и я от него избавился, и я вдруг почувствовал себя зажиточным. Потому что я сейчас хочу, могу пойти и купить. А раньше я думал, есть у меня деньги или нет. Потому что дом много денег требует. Наверное, требует. Я не знаю. У меня опыта нет, практики нет. Но если местный дом покупать, который очень дорогой сейчас, то и налоги будут большие, но и содержание будет огромное. Давайте вот что. Если посмотреть тот уровень обеспеченности, который у вас сейчас, и сравнить это с тем, как если бы вы, допустим, остались бы в Молдове. Или, скажем так, тот уровень, который у вас есть сейчас. Насколько это типично или нетипично, допустим, для тех, кто остался в Молдове? У вас съемная квартира, у вас две машины, вы как-то питаетесь, вы как-то одеваетесь, и так далее. Ну, питались мы в Молдове вроде неплохо, так скажем. То есть питание мы можем отметать. Ну, то есть вам хватало на хорошее питание? Кредит на машину вряд ли можно было взять. Ну, и, соответственно, наверное, положение с квартирой было бы такое же. Купить квартиру было бы так же сложно, как сейчас. А почему? Ну, опять же, цены. Разница все-таки большая между тем, что в Молдове можно заработать и сколько стоит квартира. То есть она по американским понятиям может быть не так дорого, но просто там заработки какие-то. Да-да-да. Соотношение, примерно, наверное, такое же, как здесь было бы. Зарплата по отношению к цене. Хотя здесь зарплата, конечно, больше годовая, чем там. Вот. Но здесь возможности больше. Здесь есть куда расти. И потенциально можно достичь тех высот, что... Вы можете с той же зарплатой из Сан-Франциска перебраться, там, я не знаю, в Сиэтл, там будет в три раза дешевле жилье, вы можете переехать там в Денбер или там, я не знаю, в Майами и просто быть как халиф. Это один из планов. У нас компания, которая, я работал, первая, скажем, фулл-тайм компания, вторая работала, позволяла своим сотрудникам работать из офиса. И обязательно нужно было явиться раз в две недели только в офис. И из дома работать? Ну, прямо из дома сидеть, можно было работать из дома. Даже не то, чтобы обязательно, они просили появляться раза два в неделю в офисе, потому что были все-таки митинги, всевозможные, с клиентами пообщаться. Но это не требовалось очень сильно. Главное, чтобы человек не забывал, где он работает. Ну, это тенденция. Это тенденция ставит. У нас были и девелопер-менеджеры, которые работали из Таласа, из Техаса, из Сиэтла. Вау. Приезжали раз в месяц или раз в две недели самолетом. Прекрасно все было. То есть, это как бы цель у меня такая тоже. Еще одна степень свободы. Попробовать найти удаленную работу, где можно жить, скажем, в районе, где жилье недорогое. Скажем, как порт, по-моему, может быть, еще где-нибудь. Но при этом зарабатывать зарплату как спорт. Порт – это потрясающее место. Мне очень нравится. Мы хотим туда съездить и рассматривать. Поезжайте. Это великолепно. Единственное, что может быть летом. Если там жить, нужно же все времена было знать. Ну, это правда. Так что, летом-то оно, летом. Хорошо. Значит, ну, давайте мы тогда пожелаем вам успеха в реализации планов. От имени и по поручению. Значит, те, кто нас смотрит, вы сделаете так, скажите всем привет. Привет. И мы тогда отправляемся все по своим делам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова